Всем привет, ребятки, с вами Флэш, это обзор деблога 4 апреля 2019 года. Итак, поехали. Добавили большую нефтяную платформу, то есть теперь у нас в игре две нефтяных платформы. Первая это маленькая, которая месяц нас радовала просто изобилием лута, и теперь большая, которая будет радовать еще большим количеством лута. Видно, что она раза в два больше, чем наша маленькая, обзор я на нее не делал. Но если вы хорошо ориентируетесь по маленькой нефтяной платформе, то освоение большой у вас не составит никакого труда. Вид сбоку, также снизу подплываем и на самый верх. Вид сверху тоже имеется ящик от ченука, имеется синий ученый, только намного больше, и также прилетает ченук, высаживает тяжелых ученых, тоже чуть больше. В связи с тем, что возле новой платформы часто гибнут и люди, и боты, они просто вываливаются за борт, и когда труп разлагается, то рюкзак тонет. Теперь добавили рюкзаку плавучесть, то есть не стоит переживать, если вдруг вы даже не успеваете, то вы всегда сможете залутать рюкзак, он будет плавать на поверхности. Добавили новое оружие, это гранатомет, название у него МГЛ. Кто хочет посмотреть, как он вообще работает, как он стреляет, можете посмотреть, у меня на канале есть обзор. Ну, из интересного то, что он шестизарядный, у него три типа боеприпаса, это гранаты 40-мм, картечь и дымовые гранаты. Он также имеет частичную перезарядку, то есть можете зарядить столько, сколько вам нужно боеприпасов. Крафтить его и все боеприпасы к нему нельзя. Единственное, что можно к нему купить, это картечь, которая продается в городе бандитов. Все остальное, то есть он сам и все боеприпасы, выпадают только с тяжелых NPC. В будущем также им будет пользоваться еще тяжелый NPC, но пока это не успели сделать. Со слов Маурина, он постарался его отбалансировать, но все же считает, что он немножко еще слишком хорош по каким-то параметрам. Поэтому в будущем, возможно, еще какие-то отправки. ПВО турели теперь работают от электричества, они требуют 25 мощности, но это в какой-то степени фиксит то, что нельзя авторизоваться. И вы теперь при помощи всяких электрических приспособлений можете сделать, чтобы она работала от детонатора, например. И когда вы подлетаете, просто ее отключаете одним нажатием, посадили свой мини-коптер и опять включили. Также пофикшены некоторые баги, которые возникали при наведении ПВО, она могла наводиться даже не видя цели. Маурина хорошенько поработал над вспышками при выстрелах, потому что они достаточно сильно просаживали ФПС, там было достаточно много ошибок и со светом связанных. В общем, сейчас он все это пофиксил и теперь при перестрелках ФПС не должно просаживаться. Также теперь при выстрелах мы будем видеть вылетающие гильзы. Это было и раньше, но они были настолько смазаны, что практически незаметно были. Добавили новое холодное оружие. Это боевой нож. Его особенность в том, что у него очень серьезный урон и при этом вы можете им бить, даже когда вы бежите на спринте. Вообще идея состояла в том, чтобы при помощи него можно было еще быстрее развязывать подводные ящики, но Маурина не успел это реализовать. Еще и для бензопилы сделали такую же возможность. То есть, когда вы бежите на спринте, вы можете ей пользоваться и просто распиливать людей. Достаточно серьезно подправили мини-коптер. Во-первых, ему подредактировали коллижен-модель. Я надеюсь, теперь он не будет застревать в таких вообще непредвиденных местах. Полностью убрали звук попадания по мини-коптеру. Это сделано для того, что когда вы ведете огонь по мини-коптеру, вы четко знали, когда вы попадаете в пассажиров. Очень важное изменение, но это, наверное, больше для моих серверов. Теперь воровство топлива, наверное, прекратится, потому что доступ к топливному баку имеет только пилот. Все другие имеют доступ только если пилота нет на месте и двигатель выключен. Из-за того, что люди просто бесконечно складируют все мини-коптеры, тащат к себе домой, им немножко изменили гниение. Теперь они гниют, даже находясь у вас в гараже. Правда, в два раза медленнее, если бы они находились снаружи. Поэтому вам придется их периодически чинить. Подводные ящики теперь развязываются в два раза быстрее. 8 секунд против 15. И в будущем, как и обещали, попытаются создать мини-игру, чтобы при помощи боевого ножа развязывать их еще быстрее. Томпсон остается в игре. Если честно, я был немножко в шоке от той новости, что, оказывается, его хотели удалить. Как говорит Маурина, единственная причина, по которой Томпсон вообще появился, это на заре, так сказать, Раста, когда художники рисовали, ну, всякие прототипы постапокалиптического стиля оружия, они в качестве отправной точки взяли именно Томпсон. Что-то там гуглили и вот нашли Томпсон. Маурина, оказывается, всегда планировал его удалить из игры и поэтому вообще не одобрял никакие скины на него. Но с течением времени Томпсон уже настолько прижился, что стал частью игры. И, честно, я сам не представляю, Раст без Томпсона. Вот, поэтому он все-таки уже одобрил некоторые скины на Томпсон и, в принципе, ввел на него слоты под дополнительное оборудование. Теперь на него можно ставить и прицелы, и фонарики, и лазерный целеуказатель. В общем, Томпсону быть. Фух, прям отлегло. Хотя я даже не подозревал, что он был на волоске всегда. Да. Доработали визуальную составляющую фонарика и лазера. Теперь все выглядит намного лучше. Рейд тихих нерфов. Люди давно просекли, что можно использовать глушитель и разрывные патроны. И спокойненько рейдить даже в округе никто не услышит. Теперь, когда вы надеваете глушитель, урон от разрывных становится меньше. Прочность глушителя и оружия теряются быстрее. А сами вот эти микровзрывы стали намного громче, и теперь их можно услышать издалека. Улучшили трассеры. Теперь отслеживать траекторию полета пуль стало намного проще и приятней. Маурино, когда добавлял блочный лук, думал, что это будет имба. Поэтому он вышел такой достаточно занерфленный. Но с течением времени им вообще перестали пользоваться. Поэтому он решил, что пора его обратно бафать. И теперь он имеет такие же характеристики, когда он не взведен, как и у обычного лука. То есть точно такой же урон, точно такая же скорость стрельбы. И еще снизили стоимость по металлу. Вместо 75 теперь стоит 25. Исправлен дульный тормоз, потому что он не давал эффекта снижения отдачи на некоторых оружиях. Теперь, когда вы выходите с сервера и ваш персонаж ложится спать, если под вами нет опоры, то вы будете падать. То есть не получится теперь при помощи дисконнекта падать с большой высоты вообще без урона. Или там куда-то улетать и засыпать в небесах. Ваш персонаж всегда упадет на землю. Пофиксили воздушный шар, а именно его купол. Его использовали некоторые умные люди. Туда прятались. Они, получается, снутри видели всех, а их снаружи никто. И они просто могли спокойно вести огонь, убивать всех. Теперь, когда вы находитесь внутри, вы вообще ничего не видите. У вас только один купол. Более того, вы даже не можете использовать оружие, пока не выберетесь из этого купола. Добавили частичную перезарядку на 4 оружия. Это помповый дробовик, спас-12, болт и новый гранатомет МГЛ. Это значит, что вы теперь сами решаете, сколько вы хотите зарядить боеприпасов. Либо до полного, либо половину, либо там вообще 1-2. Какие-то там проблемы возникли с фовом. Оказывается, что когда вы играете на стандартных, ну а у вас, в принципе, все более-менее нормально работает. И стоит вам только его поменять, то все увеличения на прицелах работают не совсем корректно. В общем, Маурину попытался все это привести в нормальный вид. И в итоге у нас переименовались теперь два прицела. Наш стандартный 4х, самый первый, который у нас всегда был, теперь называется 8х прицел. Потому что, оказывается, он по факту всегда давал 8х увеличения. А новый прицел, который шел к Элке 96-й, 8х, он, оказывается, давал аж 24х увеличения. Так вот, у нового прицела 24 уменьшили до 16, и, собственно, его также и назвали. То есть, 16х. На данный момент у нас два прицела. Это 8х, наш стандартный старенький, который был 4х. И новый, 16х, который раньше назывался 8х. Вот такая вот билиберда. Опять немножко апнули тяжелую броню. Она теперь стала немножко лучше защищать от взрывов. И также шлем немножко меньше загораживает вам обзор. Еще небольшие изменения. Теперь канистру с водой можно положить в холодильник. Пустые банки жестяные можно, которые мы всегда переплавляли в кострах, можно теперь перерабатывать на переработчики. И самодельный топор теперь добывает ресурсов животных намного больше. Просто он добывал намного меньше раньше, а теперь сделали так, как надо. Разработчики ввели новую систему, которая будет теперь блокировать в течение первых 30 секунд установку новой стены, двери, гаражных ворот, витрины на месте разрушенных старых. То есть, когда что-то разрушается, например, стена, дверь, неважно, появляется вот такой вот брусок деревянный, который будет тут находиться 30 секунд. Либо можно его вручную, либо не вручную взорвать и уничтожить. То есть, пока он тут находится, вы ничего не сможете сюда вставить. Но это, опять же, сделано для того, что когда вас онлайн рейдят, вы не могли заделывать одну и ту же дырку до бесконечности. А рейдеры просто тратят, тратят ресурсы и даже не могут пробить одну стенку. Андре провел ряд оптимизаций и фиксов. Например, он еще дооптимизировал стрельбу, сделал фиксы проверки траектории снарядов и также пофиксил некоторые эксплойты, которые использовались в основном хакерами, ну то есть читерами, но также могли быть использованы и простыми игроками. Список всех этих эксплойтов приводится ниже в чейнжлоге. И также провел оптимизацию модели игрока, которая очень сильно отразится на наших перестрелках. С добавлением новых тяжелых NPC старые наши NPC уже начали выглядеть устаревшими, поэтому им обновили рад костюмчики. Вот так вот теперь выглядит синий NPC и зеленый, мирный NPC. Причем маска у зеленого отличается от синего, то есть тут видите более такая закругленная, а тут более квадратная. Алистар сообщает то, что произведен апдейт античита и они постоянно работают с изи-античитом, чтобы улучшить ситуацию. Но тем не менее за последние месяцы Алистар отмечает то, что наблюдается неуклонный рост читеров. Добавили новый режим графики, называется он Супер Потейта. Теперь он является самым низким и кто испытывает проблемы с производительностью, то обязательно попробуйте его. Мирный город NPC получил новое ночное освещение, и поэтому теперь прогулки ночью по нему особенно красивы. После добавления волн в прошлом патче, разработчики сразу приступили к их оптимизации и исправлению багов. Самые серьезные проблемы с производительностью были пофикшены еще в середине прошлого месяца. На следующий месяц запланированы дополнительные визуальные улучшения, а также изменения в поведении волн вдоль берега, чтобы сделать их более реалистичными. Также немного повысили производительность сервера, оптимизировав код плавучести еще на 35%. И заканчивает этот девблок Диога, оптимизация освещения. Он говорит, что этот месяц был посвящен опять же поиску всевозможных проблем с производительностью. Основными причинами по-прежнему являются это освещение и тени, поэтому в этом направлении ведется тоже упорная работа и результаты очень неплохие. Ну и в конце огромный чейнжлог. В принципе, я почитал так или иначе все это я освещал уже в других своих видео, которые выходили еще в течение недели. Поэтому в любом случае вы все это заметите в игре. На этом все, ребятки. С вами был Flash. Как всегда, увидимся с вами в следующем видео.